Боевая мощь ульяновских десантников возросла в разы. О технике, которую получила 31-я бригада, специалисты не зря говорят, как о сверхсовременной. БДМ-4М стреляет скорее, дальше и точнее своих предшественников. Прицельная дальность ее вооружения, когда машина не едет, 7 километров. В движении же 5,5 километров. Ее боекомплект 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан». Кроме того, она оснащена 30-мм пушкой с боекомплектом 500 снарядов и крупнокалиберным пулеметом. Настолько щедро оснащенной вооружением техники в ВДВ еще не было. Тактика технических характеристики новой машины намного превышает ее боевой потенциал в современном бою. Так, используя современную систему вооружения, боевая машина может уничтожать боевые цели противника на расстоянии до 5 километров, вести огонь с закрытой огневой позиции, также вести огонь по воздушным целям. На трассе машина развивает скорость до 70 километров, управлять не сложнее, чем велосипедом. Гусеница у четверки шире, чем у БМД-2, ранее бывшей на вооружении, что делает ее более устойчивой, помогает преодолеть более сложные преграды, одновременно не идя в ущерб маневренности. Успевшие опробовать машины-десантники в один голос заявляют, что теперь для них нет недосягаемых мест на земле. Кроме прочего, в новой БМД гораздо просторнее, можно ходить почти не нагибаясь. Электроника, которой снабжена машина, позволяет быстро диагностировать неисправности. Но если она вдруг откажет, техника заведется, поедет и будет вести бой в ручном, так сказать, режиме. Время холодного старта зимой 40 минут, летом 15. Уже сейчас в войсках идут испытания новых парашютов для конкретно этой и аналогичной техники. Испытания идут, сейчас приступают они государственным совместным испытаниям. Испытания идут в штатные варианты, без всяких задержек. Но как они примут на вооружение, так и мы уже будем их закупать. А срок пока не говорится? Срок пока не говорится. Поэтому, что в ближайшее время. Сегодня мы вручили четвертый батальюнный комплект новой техники БМД-4М, БТРМДМ. Вообще до конца года планируется нам еще поступить всего 150 единиц БМД-4 вместе с БТРМДМ. Это четвертый комплект. Два комплекта мы вручили уже 106-й воодушесантной дивизии. Командующий вручил это Рязанскому парашютно-десантному полку. И два комплекта вручили нашей прославленной гвардейской десанто-штурмовой бригаде. И планируют еще до конца года один комплект вручить 76-й десанто-штурмовой дивизии. Воинский ритуал вручения техники, а именно так называлось действо, впечатлял слаженностью. По мнению десантников, такие мероприятия обязательно должны посещаться детьми. Ведь именно через такой интерес, через созерцание истинной мужественности, они вырастают настоящими, а не диванными патриотами. Привели ребята-девчонок бывшие десантники, а ныне казаки. Сегодня мы не могли не присутствовать в сегодняшнем мероприятии. Канун дня ВДВ, дня вручил десантный войск, вручил и день день. Сюда приехала сборная команда юнармии. Она состоит из двух отделений. Детский дом Гнездышко, вот они сзади у меня, и первая школа. Все мы работаем в рамках клуба патриотического юно-армейца. Учитывая то, что наша десантная бригада – это самое боеспособное подразделение наших вооруженных сил на территории города Ульяновска и всей России, мы плотно сотрудничаем вместе с ними. Там где десант, там есть дети. Есть дети, значит будет будущее, будущее вооруженных сил. Кроме детей праздник посетили первые лица города и области. Командир предшественницы 31-й бригады 104-й дивизии ВДВ, генерал-майор Вадим Орлов. Сегодня в соединении знаковое событие. Верховный главкомандующий министр доверил вам первыми соединения перейти на новую современную технику. Наше поколение воевало и выполняло боевые задачи, когда в роте с техникой была одна 66-я, на перевозке из танкового грандомета. Командиром роты в 75-м году я получил первые боевые машины десанта. Мы их освоили на них, блестяще воевали на протяжении этого всего времени. На наших глазах воздушно-десантные войска из крылатой пехоты превратились в мощный броневой кулак. Ветераны с завистью смотрят на эту технику. Они завидуют вам, что вы будете выполнять ущебно-боевые задачи на такой технике, которой протистоят любой броневотанковой технике стран НАТО. Гражданские власти не обошли праздник военных вниманием. Глава города Сергей Панчин, председатель правительства региона Александр Смекалин, депутаты регионального законодательного собрания и городской думы на праздник пришли все, чтобы разделить радость с ВДВшниками. Сегодня, в канун 87-й годовщины образования воздушно-десантных войск, я от имени губернатора Ульяновской области, правительства региона, поздравляю вас с получением новых боевых машин, которые, уверен, послужат делу установления мира и защиты границ и интересов Российской Федерации. После завершения официальной части солдаты и бригады делились впечатлениями от техники, праздника и воинской жизни. Вспоминали свои детские впечатления, рассказывали о первых днях службы, вспоминали добрым словом первых учителей-командиров, играли с детьми, демонстрировали стрелковое вооружение и прочее, что называется по-военному матчасть. Обороноспособность России повысилась. Ульяновские десантники стали мобильнее и боеспособнее. Павел Половов, Юрий Тимонин, репортер 73. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова